Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на продолжение прохождения Need for Speed Underground 2. Знаете, друзья, у меня для начала есть довольно серьезный к вам вопрос. Дело в том, что я вижу, что на Underground 2 по сравнению с другими сериями NFS меньше активность. Я прошу честно написать в комментариях, что не так. То есть, либо вам надоело прохождение конкретно от меня. Это не значит, что я буду заканчивать, я пройду до конца Underground 2 и даже начну следующий NFS в любом случае, так как моя задача я даже прежде всего поставил сам для себя, но я думаю, что меня поддержит какая-то часть аудитории, все равно в этом. Просто хочу узнать, либо просто Underground 2 вам не заходит. Вот реально, честно, напишите в комментариях, буду вам благодарен. Также, друзья, спасибо всем огромное за то, что написали подсказки. Мы сейчас начнем именно с них, начнем с настройки Лексуса и продолжим проходить Underground. Собственно, друзья, во-первых, буковка Т. Я про нее знал, просто всегда забывал нажать, на самом деле, и честно говоря, мне это особо не нужно было. То есть здесь у нас прогресс. У меня процент завершения игры на 24%, ну такое, на самом деле. Надо поторопиться и как-то ускориться. Значит, дальше. Хотел бы, это, значит, поблагодарить еще вот чувака с ником YourMind, который написал, что в настройках изображения нужно выключить повышенную контрастность, и игра станет светлее. Действительно, я ее уже выключил, игра чуть-чуть посветлела, спасибо тебе. И теперь, значит, по поводу настройки. Значит, чувак с ником Sprite написал здесь настройку. Давайте мы ее сейчас попробуем затестировать. Собственно, он сказал, как правильно настроить будет машину. Значит, во-первых, значит, мы настро... Не-не-не, выбираем, значит, у нас профлига, пусть будет основное. Да-да-да-да, все понятно. Так, оставляем регулировка. Значит, ЭКУ, ну он же, значит, этот самый, чип типа, ну, грубо говоря, блок управления двигателем. Значит, на оборотах более 5000 крутящий момент ставить по максимуму. Более 5000 ставим на максимум. То есть надо вот так вот, да, отрегулировать, я так понимаю, максимально. Именно больше 5000. Во, все, растянул. Окей. И еще 0-1000 впулить процентов на 70 быстрее на первой передаче. 0-1000, это, я так понимаю, вот здесь. Пулить процентов на 70, это вот так вот, да. Но это будет сложно так растянуть. Сейчас попробуем, конечно, так, видите, такая интересная линия. Ну, то есть вот, наверное, как-то вот так вот, больше у нас не получится. У нас уже тут есть все-таки. Невозможно же сделать все на максимум, к сожалению. Ну, вот, давайте еще вот так вот. А, нет, это уже не 70, это уже 100%. Вот, тогда оставляем таким образом. Да? Так, давайте вот еще раз я подрегулирую. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И все. Ну, где-то так, я думаю. Так, окей. Drive train, она же трансмиссия. Значит, настройка полная, доступна только при апгрейде третьего уровня. Больше максимум скорость, смедленнее разгон, быстрее разгон, меньше максимум скорость. Соответственно, для каждого мода разные настройки. Ну, тут понятно, но, слушайте, я не знаю. Давайте еще раз попробуем чуть-чуть уйти именно на ускорение. Вот так вот. 3.72 поставим. Я так чисто от себя это сделаю. Так, для Street X целиком и почти до конца, для URL колбасим acceleration. Для URL все-таки, да? Почти до конца. Ну, давайте 3.73 сделаем. Ну, 3.74 это максимум, если почти, тогда 3.73 остается. Так, ставим на минимум порог передач. У нас, соответственно, нет такого еще. Это будет на третьем уровне. Так, на кольце и спринте, общее на серединке, порог первых двух передач на минимум. Третья между второй и третьей. Так, драк я почти не менял. В топ. Все. Спасибо, Sprite. Собственно, это основное то, что он дал. По подвеске он ничего не написал. Сейчас я еще быстро промчусь здесь по комментариям. Это, в принципе, вот то, что в топ попало. Я посмотрел. Также скидывали еще различные видосы. Но, опять же, там не было конкретно Lexus. Вот то, что на Lexus, вот это вот именно Sprite написал. Ну что, давайте тестировать. В любом случае, должно стать лучше, надеюсь. Давайте попробуем сделать замер. То есть мы делаем после 5000, чтобы у нас максимальная, да, была мощность. И чуть-чуть делаем на первой передаче. Так, мы получаем... Да, мы получали лучший разгон. Но это за счет трансмиссии, я думаю, в том числе. Больше скорость. 309 вместо 299. При том, что мы трансмиссию настроили на ускорение. Заебись. Должно быть всяко лучше. Спасибо большое Sprite. Все, сохраняем этот конфиг. Я думаю, что это будет лучше, нежели просто сток. Перезаписываем. Все, по красоте. Выходим отсюда в гараж. Сохраняемся. Да-да-да-да, блядь. Ну что ты это... Все, теперь можно гоняться. Всякое у нас с Lexus должен получше ехать теперь. Единственное, только по поводу управляемости. Никто ничего не написал, как отрегулировать правильно подвеску. Значит, у нас, друзья, открылось тут, после того, как я с чуваками решил тут устроить всякие зарубы, да, раз на раз, типа, ну вы поняли. Ну вы помните, наверное, даже прошлую серию смотрели. Нам предложили доехать до специального места, чтобы там забрать какую-то особую награду. Но в то же время у нас есть гонка URL профлиги, которую я собираюсь все-таки сегодня одолеть и пройти. Блядь, знаете, я, наверное, рискну, потому что все-таки у нас, во-первых, появилась новая подвеска. Мы теперь настроили тачку, значит, я должен уже побеждать. Я рискну, и сейчас будет сразу все понятно. Если я реально буду уходить в отрыв в этой гонке профлиги, значит, уже все хорошо. Если же нет, ну хреново тогда. Также мне еще написали, да, видел в комментариях, что если я буду чаще эти дуэльки выполнять, то у меня будет возможность выиграть бодикит. По крайней мере, вот про бодикит я точно слышал. Так, ну кто из этих гаденышей сегодня будет мне мешать, мне интересно. Давайте пробовать, друзья, сейчас всяко будет все понятно. Я уже, меня тошнит, блядь, от этой гонки, я хочу ее пройти, но... Ну, блядь, эклипс мне уже не нравится, как вперед вырвался. Ну, давайте пока азот особо не тратить. Блядь, реально игра стала посветлее, поприятнее смотреть. Так, ну окей. Значит, подвеска уже позволяет руливаться вроде как на более большой скорости, но по мощности я пока разницы такой не ощущу. Я думаю, что... Так, ну допустим. Ух ты, блядь, че так... Даааа, пацаны. Просто, ну неужели я не могу пройти эту гонку из-за того, что я настолько тупой и кривой? Я просто в это отказываюсь верить. Посмотрите, такое ощущение, что у нас просто разный уровень. Они просто меня догоняют и обгоняют. Неужели Лексус настолько не валит? Мы его только что с вами отрегулировали. Настроили. И он все равно, блядь... Что за хуйня? Смотрите, вся та же картина. Опять вдвоем они едут на первом месте. Это учитывая, что у нас первый круг. А как правило, здесь боты реально догоняют именно больше там к концу гонки. Не, ну тачка, по-моему, реально тянет сейчас на ускорение лучше, пацаны. Я не знаю. По-моему, реально... Не, можно было, конечно, коробку вообще в ускорение полностью настроить. Потому что максималка здесь, по сути, не нужна. Здесь у нас куча поворотов. Постоянно надо ускоряться. Но я не думаю, что это пиздец как бы сыграло роль. Я просто еду на третьем месте. Давайте посмотрим. Я попробую еще. Окей. Но у меня такое ощущение, что я эту гонку пройду только тогда, когда, блядь, открою какую-нибудь реально улучшалку по... Прежде всего, наверное, мощности на Лексус. Поставлю ее и тогда уже смогу здесь выиграть кого-то. Потому что это полная пизда. Возможно, это была моя ошибка с Лексусом. Но я не считаю, что он прям совсем такой говеный-то. Так, ну смотрите, догоняю. Давайте попробуем побороться. Хотя с трудом я верю, конечно, что я смогу победить. Ой, прошу прощения. Что-то у меня это, блядь. Я все-таки приболевший немножко. Так, блядь. Ну вот он что, блядь, творит, а? Говнюк сраный. Пиздобол. Сейчас мы пиздоболом... Что? Я понял тайм-код. Вовремя посмотрел назад, как всегда. Баги в NFS Underground продолжаются. Underground 2, точнее. Я не знаю, откуда он там прилетел и почему он вообще взлетел. Но там чувак просто как бы катапультировался куда-то. Блядь, ёбаный барб. Я не могу его догнать на его ёбаном эклипсе. Просто не могу, ребят. И меня опять догоняют эти щенки сзади. Просто они меня заебали. Серьезно. Почему? Чё за проблема? Почему уровень сложности настолько сложен, блядь? Либо дело в тачке. Я хрен знаю. Давайте пробовать, друзья. Я очень рассчитываю, что я сейчас не просто так здесь. Просто пытаюсь добиться результата. Пожалуйста. Можно победить? Я если догоню этого урода, я его сразу разверну, как бы. Это без вопросов. Но, знаете, было бы даже, наверное, кайфовее, если бы я его догнал ближе к концу гонки, чтобы я его развернул и с радостью просто победил. Пожалуйста. Буду копить азот. Действуем той же тактикой. Так, пока разница была в 3 секунды. Так, тихо, тихо, тихо. Я, конечно, потерял там на первом кругу довольно-таки много времени. Вот здесь я его начинаю догонять, но дальше вот этот ебаный поворот, в котором я оттормаживаюсь почти в ноль, я теряю столько времени, что пиздец. Мне, кстати, тачка реально едет лучше, без сомнений. Но, как бы, вы сами понимаете, что какая-то регулировка не сделает ее супер имбовой. Бля, я его ебну, короче. Бля, я давно об этом мечтал, пацаны. Я надеюсь, что я сейчас, я, конечно, потерял время. А, ну вот теперь королу, да? Мне кажется, ту же королу сейчас будет догнать проще. Супру, в принципе, я уже догонял и обгонял. Если она меня не будет таранить, конечно. Смотрите, он реально как будто таранит. Здесь боты так настроены, что они просто агрессивные максимально. Так, королу я догоняю. Это очередная потная гонка, как вы поняли, друзья. Но мы будем стараться до последнего. Мы будем стараться до последнего. Ну нахуй ты это делаешь, а, тварина ебаная, перламутровая, сука! Не дает себя развернуть и время тормозит специально. Да что ты делаешь-то, а? Ладно, супра, супра еще можно побороться. Ребят, четвертый круг, это просто пиздец. Мне эта гонка на всю жизнь запомнится. Если это будет самая сложная гонка в Underground 2, я просто поржу, блять. Реально я на ней застрял уже. Какая серия подряд? Я, конечно, могу, безусловно, проходить остальные пока гонки, чем я и буду заниматься, если я сегодня не пройду ее. Ну вот какого хуя ты это сделал, а? Ублюдок! Конечно, он красиво улетел, но мне это нахер не надо было. Серьезно, вообще. Потому что теперь меня снова давит эклипс, который я снова должен развернуть. Иначе он меня обгонит в каком-нибудь повороте. Я это знаю на 100%. Поэтому я ему сейчас, может быть, позволю себя обгонить, обогнать. Но я его сразу пизды ему вломлю, реально. Смотрите, вот этот ебаный поворот, просто ненавижу его. Как здесь его входить? Они, конечно, входят по скриптам им заебить. Жужжалка ебаная, зеленая, уйди отсюда, пожалуйста. Понятно, пыжик там тоже агрессивно себя ведет. Ебать, у него лавочка модная. Чисто на волне, пацаны. Волнообразная лавка такая. Вот этот поворот. Но этот поворот еще ладно, как бы. Здесь половина беды. Здесь еще как-то можно врулиться. Просто сбрасываешь газ. И на третий у нас, слава богу, сейчас как бы вначале тоже хватает. Давай. Давай, 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 хорошо. Ну, вот смотрите, просто вот. Что он делает, блядь? Охуевший. Просто охуевшая морда. И знаете, вот сейчас вот ехать последние два круга. Да, я еду на первом месте, но мне нихуя не комфортно. Потому что этот ублюдок может меня догнать в любой момент, во-первых. Во-вторых, как бы психологическое давление реально ощущается. Когда ты едешь первый, ты понимаешь, что ты не должен ошибаться, иначе пиздец. Одна ошибка. Вот, например, такая, сука. Просто потеря времени сейчас. И... Ну, ладно, отрыв пока секунда. 1,50. Уф, блядь, ребят, я просто, я реально, я... Я хуеваю от андеграунда второго. Он реально, я не думал, что он такой сложный. Естественно, в детстве я проходил его не на максимальном уровне сложности. Так, ну хорошо, может быть, вот это проход... Ой, там пизда сзади. Они просто сюда на бешеные скорости вруливаются, и вот уже в жопу мне дышат. Просто смотрите, что творят. Я не буду его пускать. Надо его разворачивать срочно. Конечно, желательно его так развернуть, чтобы в него потом все уебались. Но это практически нереально, ребят. Это практически нереально. И знаете, я сейчас вот подумал. У меня же не было сказано, что там этот чувак мне за дуэльку-то дает. Может быть, как раз-таки обвес, а может быть и нет. Может быть, действительно бодикит там меня уже ждет. Но я так понял, что мне написали в комментариях, что бодикит меня ждет позже. Если я буду выигрывать дуэли. А сейчас что-то другое. Даже короллы меня напрямую догоняют. У меня... Ну, сейчас хорошо. Сейчас я могу понять. У меня максималки нет. Урод! Не трогай меня, блядь. Не смей меня трогать. Пиздец, блядь. Втроем летим. Так, уебался! Это королла уебалась. Сука, лучше бы эклипс. Ну хорошо, ребят. Сейчас может случиться все что угодно. Последний круг полный азот. Я не хочу его тратить. Я знаю, что возможно я его еще восстановлю к финишу. Но я лучше не буду. Пока надобности нет. Мне на финише он нужен будет. Потому что они там начинают давить жестко. Сейчас главное вытерпеть мне этот поворот ебаный. Не пропустить. Вот, вот этот вот. Сука, он просто давит. Я просто максимально эффективно зайду. Так, не пустил. Ребята, кто потеет вместе со мной, поставьте лайк. Это просто пиздец. Давит в жопу. Бьет в жопу, блядь. Хочет развернуть. Урод! Пожалуйста, Саня, не ошибись. Пожалуйста, Санек. Мы сейчас можем победить. Мы сейчас можем победить. Пожалуйста, немножко удачи. Удачи. Пожалуйста. Все, прямая. Неужели, блядь? Да! Ребята, мы это сделали. Это пиздец. Это просто пиздец. Это вообще пиздец. Ноль репутации. Да, кстати. По репутации мне объяснили, что чем больше отрыв от предыдущего места, тем больше дают репутации. Соответственно, я здесь не оторвался. Еле-еле. Только уж удалось мне вообще победить, поэтому репутации ноль. Это, конечно, обидно. Ну что, новые тачки вот в салоне, естественно, нам открылись. Можно заглянуть, посмотреть. В принципе, тут, по-моему, ну как, не особо по пути. Давайте, наверное, заедем вот сюда лучше. Я пока уйду на паузу, чтобы время не терять. Потому что мы поедем потом получать ништячок, который нам там чувак обещал на целики, которого я в прошлой серии унизил жестко, блядь. Я реально сейчас счастлив, что я прошел эту гонку. А процент? Ну такое, блядь, 24 процента. Так, все, ребят, едем в автосалон, потом едем за ништячками и потом дальше проходим игру. На самом деле сейчас очень серьезный момент, потому что я боюсь того, что я сейчас увижу какую-нибудь ебанутую тачку, которую захочу. Я даже представить не могу, что я там открыл. Но вдруг я ее захочу и мне будет пиздец как обидно, потому что я не смогу ее получить. Да, красота, заебись, вообще классно, охуенно. Так, ну что, ребят, супра была. Была же супра. Гольф. Гольфа не было точно. А третья. Держите, супра была же, держите, или нет? Блядь, супра, супра, по-моему, была, по-моему. Я что-то вспомнил сейчас, по-моему, а третья, кстати, считается здесь довольно-таки имбовой в каком-то плане. Во-первых, по шкале это можно понять, потому что у нее и максималка, и ускорение, и управляемость на высоте. Ну, гольф это тот самый, который я бы затестировал в дрифте, потому что что-то мне... Блядь, что мне за икота ебаная, а? Что-то мне запомнилось, что он какой-то имбовенький в дрифте. Но мне сейчас вообще не до этого. У меня сейчас даже нет денег, чтобы до сих пор привести во внешний вид нормальный L-T-ску мою, блядь. Ебаную Алексус АС-300. Он просто в одном и том же виде уже сто лет. Просто нема денег, реально. Ладно, короче, едем получать ништячок. Может быть, что-то там годное мне дадут. Я очень на это надеюсь. Также надо продолжать все-таки дуэлиться с соперниками, чтобы получать... Ну, сейчас посмотрим, смотря какой будет первый ништяк. Хотя, с другой стороны, я уже знаю, что мне... О-о-о, подождите, а это гоночка ли не скрытая? Может быть, ее стоит пойти? Да сбросить эту хуйню. Ага! Пацаны, бабки не лишние, 850 за дрифт. Я давно не дрифтил, поэтому давайте-ка мы сорвем куш. Значит, импреза, RX-8 и... Скайлайн. Ну что, пацаны? Реально, я на такой мощности еще не дрифтил. Поэтому... Кстати, я так пока... Ну, пока не буду рисковать перенастраивать тачки под каждую дисциплину. Но я так понимаю, что это желательно, да, делать? То есть, если я настроил тачку на... Допустим, сейчас URL гонки, то мне, соответственно, лучше перенастроить, если я буду гонять кольцо или, там, драк, условно. Каждый раз, короче, по новой. Но, блин, мне кажется, это того не требует. Но посмотрим. В дрифте всяко тут, в принципе, настройка-то особо не решает. Блин, так хочется уже более мощную тачку, чтобы проходить все эти повороты более-менее нормально, потому что я просто не могу их пройти из-за того, что у меня не хватает мощности. Ну, хотя сейчас уже получше, конечно, ситуация. Потому что то, что было на фокусе, помните, первые мои дрифт-заезды, это был полный пиздец. Так, ну, я так понимаю, на первом месте. Тут, соответственно, будет изи вообще. Еще и три круга. Вообще халявная гонка в каком-то закоулке. Случайно нашел. Я еще думал, срезать, не срезать там. Реально, сейчас просто чуть-чуть проедусь и уже 850 тысяч получу. Ой, да, 850 тысяч я бы не отказался, кстати, получить, если честно. Но, к сожалению, просто 850. Так, вообще, смотрите, уже, да? Чувствуете скорость, блядь, вот эта вот вся хуйня? Ммм, драйв! Блядь! О, я кизывал, сделал, мне не сбросили очки. Так, 141 тысяча. Ну, тут должны репутацию дать. У меня отрыв большой, между прочим. 300! Вот! Это уже мне нравится. Это уже хорошо. Так, надо сатенчик подобрать. Я видел его. Сатенчик. Да-да-да-да-да-да. Сатенчик тут валяется. Сатен же? Ка-палтос. Это несерьезно, блядь. Я, честно говоря, расстроился, пиздец. Так, ну что? Давайте звездочку. На звездочку едем. В принципе, даже на паузу не буду уходить, потому что здесь, по-моему, недалеко. Или далеко. Ладно, лучше уйду, чтобы побольше погонять сегодня. Так, друзья, ну что? Что, мне еще пиздовать куда-то надо? Серьезно, блядь? Ты крутой гонщик, но можешь стать еще круче, если поставишь на свою тачку одну штуковину, мой приятель. Джимми. А, мой приятель Джимми. Припас ее специально для тебя, ты должен. Вот, блядь! И только... Блядь! Я только что там начинал серию. Ёбаный воробей! Нахуя он меня позвал сюда? На эту ёбаную гору, блядь. На этот голливудский особняк, блядь, свой. О боже. Вот это меня раздр... Реально, я понимаю, что это сделано, типа, для того, чтобы я больше передвигался, катался и вся хуйня. Но слишком много этого, блядь. Можно было хотя бы через раз это делать. Но это реально очень, блядь, глупо. Ну, сука, ну напиши ты мне смс-ку. Реально, у меня просто сейчас, блядь, бомбит. Напиши ты мне, блядь. Вот там-то, там-то ждет чувак. 2.30. Хуяк с таймер пошел. И я такой сразу... Ну, реально, вот такие моменты максимально обидно, когда я реально был там. Я был, блядь, только что там же. Просто начинал серию около этой залупы. Ёбаный магазин. Там, по-моему, чувак на гольфе приехал, да. Реально приехал. Прям фургон, блядь, приехал. Так, по прямой налево. Куда ехать? Стрелочка, не тупи, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, что она... Просто бывает так, что она показывает прям под... Хуякс! О, верни, налево, блядь. Так, ребят, надеюсь, я успею. А то ништячок-то хороший должен быть. Только не надо говорить, что я сейчас... Куда? Вот куда, блядь! Прямо? Точно? Окей. Сейчас будет пиздец. Расколбас небольшой. Аккуратно. Аккуратно. И на азоте ухожу. Нормально. Ебашу. Только так. Пожалуйста, стрелочка, вовремя напиши, куда поворачивать. Я тебя умоляю, блядь. Не... Понял. Окей, блядь. Окей. Хорошо, что здесь был еще один поворот. Налево, я так понимаю. Ёбаный трафик синий. Так. Ну, я успеваю. Вообще, изи. 55 секунд. Мне должны репутацию за это дать. Я же успел намного быстрее, нежели это. Ну, такое, блядь. Ну, чё? Я почти на месте. Ха. Ха. Чё там за ништяк-то, блядь? Причем не называют даже. Что там? Техническая какая-то хуйня. Или как? Заходи и забирай свою награду. Здрасте. Здрасте. Опа! Блядь, это вопрос хороший. Ха. Это вопрос хороший, потому что вроде мне, с одной стороны, управляемости не хватает. Да. Я все-таки за мощность, блядь. Так, а можно как-то посмотреть, что там установилось-то? Улучшенная. Типа. Чё, блядь? Куплено, установлено, куплено. Почему, почему есть куплено, а есть установлено? Чё, блядь? Задняя часть, фу, пускай. И как мне поня... То есть, вот это, скорее всего, то, что мне сняли. Соответственно, мне дали выхлоп, да, новый? Потому что у меня эта... Луженная выхлопная стена у меня куплена, у меня не стоит. А что мне подарили? Ну, короче, не знаю, но максималка, по-моему, у меня подросла. Можно как-то, знаете, сейчас делать? Я сейчас знаю. О, мы сейчас проверим, насколько у него пиздатый подгон. Смотрите, ребят, это делает следующим образом. Мы идем в гараж. Мы идем в регулировку. Да-да-да-да-да. Именно один стенд сюда. Да-да-да-да-да-да. Блядь, подожди, ты сейчас не скинешь же мне все? Э, блядь. Ну, хорошо, да, профлига. А, я не могу сравнить. 5.07 так и было, по-моему. 309 точно максималка была, а 5.07 или... Либо чуть-чуть какие-то сотые, блядь, до 100, типа, стало лучше. Либо примерно то на то и выходило. Подожди, у меня же не слетело ничего тут в регулировке. Да я знаю, что это... Не пизди мне под ухо тут. Может, турбину тоже под конец сделать, чтобы дул? Или лучше не трогать? Ну, блин, на самом деле лучше не надо, наверное. Как тузить грелку. Тузить грелку, блядь. Может, ставить на верхах ее, блядь? Может, тоже сделать, типа, после пяти на максимум. Как и ЭБУ. Или это будет полная хуйня. Просто мне интересно сейчас замер сделать. И как чувак писал, на первой передаче чуть-чуть хотя бы добавить. Ну, серьезно. Вот просто интересно, давайте замерим. Мне страшно, блядь. Это, наверное, хуёвая идея. Но, с другой стороны... Ну, и что, пока получилось? У нас... Хм... Хм... А, блядь, хуже же. А, нет, смотрите, ноль... Ноль шестьдесят хуже? А ноль... Сто миль? Да это в пизду. Не, не, не буду рисковать. Не, 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 нахуй, 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 нахуй. Выход. Да. Ээ, нет. Нет, 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 в смысле? Подожди, стоп. Ты изменил конфигурацию, урод? Да. Ты чё, блядь? Да, 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 да. Сколько? Пять ноль семь она ехала. Или пять... Я запутался, ёбаный этот, блядь, диностенд. Блядь! Да не надо мне замер, блядь! Сука, чё, серьёзно? Да это понятно. Блядь! По умолчанию. Заебись. Замер. О, так лучше. Пусть лучше... Всё, 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 всё. Ой, так. Да, 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 всё. Ой, я спокоен, блядь. Так, всё, поехали ебашить дальше по гонкам. На часа ответ... Кто звонит? Что это? Эту диндарь ещё никому не удавалось заполучить. Ты показал реальный класс. Так держать. Ну, спасибо, блядь. Спасибо. Ладно, от бабоса раба... Ёбаный рот. Кольцо и спринт. Ещё и спринт самый пизде... Угадайте, где он? Там, где я был, блядь! Причём, относительно недавно. Ладно, я должен пройти этот спринт, ребят. Потому что кольцо, вы знаете, я не любитель. Поэтому ухожу на паузу и еду на спринт. Чё делать-то? Итак, друзья, прошло, наверное, блядь... Не знаю, блядь, полчаса. Я почти что доехал. Я ещё уверен, что здесь самая залупинская гонка старая, которую я, наверное, должен был пройти сто лет назад. За которую мне заплатят сейчас 300 долларов, блядь. Ну или 350. 350 максимум, да? Если не меньше. 350. Ой, как хорошо, что на самом деле она идёт вниз. Потому что если бы она была по этим серпантинам и где-нибудь там же заканчивалась, я бы просто охуел. Давайте закончим её. Попробую сейчас сделать тогда отрыв. Раз уж, оказывается, репутация зависит от того, что нужно, как бы, это самое, уйти в больше отрыв от соперника, я сейчас попробую хотя бы репутацию качнуть на этой гонке. Надеюсь, у меня получится. Целика, центра и МХ-5. О, да. Верные мои друзья. Я... А, нет, в смысле? Какого хуя? Почему я начал снизу? Эй, я же гонка... Блядь, нет, ну пожалуйста, мне туда... Ну почему так, ёбаный рот? Вы поняли, да, прикол? То, что я начинал на горе, блядь. И думал, что гонка закончится снизу. А я почему-то начал снизу. Какая логика, блядь? Зачем я ехал тогда туда, наверх? Чтобы начать гонку там же и закончить её там же? Блядь, мне это раздражает, нахуй. Реально, этот ебаный фрирум, который тратит просто до пизды времени, чтобы добраться, блядь, покататься, подрочиться. Ну это пиздец. И не телепортнуться ведь, как в Мосту. Вот в Мосту вот эти грамотно сделаны. Там можно из списка выбирать. Хочешь, ты в фрируме катайся. Хочешь, блядь, сразу прыгай на гоночке и как бы выполняй. Ай, блядь, ладно. Тогда надо рвать этих соперников. Самый прикол, что я не могу от них даже оторваться, ребята. Вы понимаете, да? Ещё меня заебал Лексус в плане внешнего вида. Я хочу её уже как-то, блядь... Вот, ну мы это сделаем в следующей серии, потому что я реально психану. Даже если у меня откроется какая-нибудь ништич... 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 Ништичка... Которая, блядь, даст мне там скорость и управляемость. Я не знаю. Я реально потрачу уже на внешний вид. Я хочу доделать. Мы это в следующей серии с вами сделаем, ребят. Потому что деньги уже какие-то есть. Сейчас ещё немножко выиграем. И я надеюсь, что это... Блин, ну хорошо, что здесь хотя бы меня не обгоняют. Они где-то сзади едут. Не так далеко, конечно, как хотелось бы. Но... Тем не менее. Тем не менее. Давай вруливайся. Лексус что-то... На самом деле и Лексус уже подзаебал. Но... Вариантов ноль вообще. Как бы я не знаю. Если я его поменяю на стоковую тачку даже, да? Вы сами понимаете, что на тюнинг у меня денег не будет. И таким образом я обосрусь. Ой, обосрусь. А ещё стоит у меня линкольн-навигатор. Который я планировал. Думал, ах, разбогатею быстренько. И сделаю из него конфетку. А он мне так и стоит, блядь. А продать я его, естественно, не могу, да? Просто так. Ну да. А гонки там тоже нет смысла проходить. Потому что там по 350 так же платят. И как бы... Ну, полный пиздец, короче. Вообще полнейший. Ой, блядь. Так. Ну, пожалуйста. Давай хотя бы оторвёмся на финише, братишка. Лексус. Послушай меня. Нам нужно срочно отрываться. Как можно дальше. Чтоб хотя бы соточку, 200, я не знаю, репутации получить. Ну-ка, 2 секунды, не? Там 200. Это не так работает, блядь? Я так понимаю, не так. Хотя, смотрите. Вот сейчас на 2 плюс 2 с чем-то. Должны дать 200 репутации. 100. Ну ладно. Хотя бы соточка, блядь. Ай, блядь. Нихуя. Никаких новостей. Всё, блядь, сонём. Катайся кольцо, блядь, катайся. Тут, кстати, сатэн должен валяться на парковке. По-любому. Где-нибудь в углу, блядь, сатэнчик завалялся. Я отвечаю. Тут так должно устроено быть. Чё, неужели никто сатэн не уронил здесь? Э-э-э-э! Без сотена, ну пиздец! Ладно, друзья, на этом мы заканчиваем. Самое главное мы сегодня сделали, во-первых, регулировку, настроили тачку, во-вторых, прошли ту ебаную профлигу, вот эту гонку. Спасибо еще раз всем за советы, за комментарии, подписывайтесь на канал, все тут впервые, чтобы не пропускать новые серии, также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и оценивайте серию. Увидимся, друзья, совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.